Сергей Набоков уже не в первый раз становится одним из лучших в крае работников сельского хозяйства. Его достижение – самый большой объем намолоченного зерна. За рулем комбайна мужчина почти 40 лет и благодаря трудолюбию сегодня получил от края вторую машину. На Акрасе 530-м намолотил 32 тысячи, получал 20-м. А какую тогда получали? Нива Лада. И сейчас такую? А сейчас Нива Тревол. Лучшие из лучших собрались в Барнауле. Сегодня здесь чествуют всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и 43-х победителей трудового соревнования. Но с новой головы скота произведено около 3,5 тысяч тонн лака, 3,5 тысячи тонн лака, 3,5 тысячи тонн лака, 6,275 тонн лака. Но вообще говоря, это трудовой героизм. Это безусловно. Те результаты, которые сегодня наши сельхозтоваропроизводители, наши селяне, наши христиане показывают, это действительно героический подвиг трудовой, и это очень достойные результаты. Геройствовать в этом году действительно пришлось. Погода не давала расслабляться с самой весны. Из-за нее пассивная началась позже. Летом наступила засуха, а во время уборочной лил дождь и били первые заморозки. Промокшая культура теряла в качестве, ее нужно было дополнительно сушить. А в некоторых районах половину осени аграрий просто стояли. Тяжело. Два дня молотим, четыре дня из-за дождей стоим. День молотим, два дня из-за дождей стоим. Но все убрали, ничего не осталось в зиму. Тем не менее, урожайность сохранилась высокой. Это отмечают в Алтайском центре оценки качества зерна. По данным ведомства, показатели клейковины и белка в сибирской пшенице достигли рекордных показателей. Высокое качество этой культуры отмечают в Первомайском, Зональном, Кытмановском районах в Алтайском крае. Хорошие показатели УСО и РАПСа и Гречихи. Урожайность Гречихи в этом году даже выше, чем в прошлом. Возможно, поэтому край остается лидером по экспорту урожая культур в Казахстан, Монголию, Корею, Китай. Его доля в экспорте сибирских регионов больше трети. И хотя официально об окончании уборочной не заявляют, работы в полях практически завершены. Наш сельхоз немного осторожно, пока оперативные данные представляют. Я думаю, небольшое увеличение, еще процента на 4-5 к тем показателям общих повалов сбора урожая и зерновых, и зернобобовых, и масочных культур будет. Будем, наверное, уходить где-то на 4-9 по миллионам тонн по зерновым и зерновобовым, и где-то на 1-7, и даже, может быть, немножко больше, с учетом того, что немного просолнечник надо убрать. Награждали победителей и в животноводческой сфере. Сергей Мехновцов признался, что когда-то нехотя отучился на ассиминатора. А теперь один из отличников труда и нежно отзывается о своей работе и ее результате – телятах. У нас они содержатся в индивидуальных клетках. Няни там есть, поярко ухаживают за ними, отпаивают. Ну, как с детьми. Нянчит, подстилочка, чтобы сухенькие были на сухом, напоены. Сельское хозяйство сегодня важнейшее из отраслей производства, и подход к ее развитию должен быть серьезным. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что этой сфере уделяется большое внимание, в частности, решению инфраструктурных проблем, строительству домов, дорог и социальных объектов в селах. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.